Доброе утро, ребята! С вами снова я, Полина Вернер. Фух, время у нас 7.10. И сейчас воскресенье. Очень странно, что воскресенье встало 7.10. Но сегодня у нас уже будет второй, возможно, третий флокус. Я не помню. Сейчас мы с моей мамой будем собираться и выйдем к ортодонту. Меня ждет интересный день сегодня. И прием попозже расскажу, наверное, что вообще, почему, зачем, как. Вот. И потом мне нужно будет еще сделать больше всего. Сейчас я буду краситься и потом буду одеваться. Я вообще не соображаю поспать просто 4 часа. Супер. Как вы видите, я уже оделась, накрасилась. И сейчас мы уже будем выезжать в стоматологию. Кстати, у нас очень давно не было влогов из стоматологии. Я вот даже не помню, когда в последний раз они были. Великолепный обладатель резиночек на дубах. Просто. Я расскажу, объясню. Сейчас мы заехали забрать все подарки на Новый год. Да, мы тоже их покажу. Я уже вернулась домой и у меня есть несколько новостей. Точнее, их всего две. Конечно, одну из этих новостей я была готова услышать, но до конца верила, что это будет не так. Первое, мне кажется, вы уже смогли заметить. Я помню, даже что-то снимала после клиники ортодонтической. Мне поставили эластики. Я помню, что я очень хотела снимать влог, когда мне поставят эластики. Но я думала, что это будет не в декабре, я думаю, это где-то будет в марте. Но вам повезло, и сегодня я снимаю влогмаз, поэтому... И мне поставили эластики. Супер. Это просто шикарный Новый год будет у меня, мне кажется. Но есть одно но. Пока что мне их поставили. Сейчас я с ними хожу. Сейчас, когда буду кушать, я их снимаю. И одевать я буду их только на ночь на протяжении месяца. Потом, конечно, я буду их носить повседневно, но пока что на протяжении месяца носить только на ночь. Я уверена, что зубы будут болеть, потому что уже даже сейчас я чувствую некую боль. Но она терпимая абсолютно. Даже не то, что боль, она просто чувство стяжения зубов. Вот, если так можно назвать. Но пока что носить я их буду только ночью. Это сейчас, чтобы мне показали схему, я их надела. И потом, вот сейчас я буду кушать, и я их как раз сниму. На деле мне, получается, я должна носить три эластика. Это один такой, который перекрывает просто мне весь рот. Я не могу его открывать. То есть, вот это мой максимум. И вот тут вот на клыках. Треугольничком. В принципе, нормально. После пластики, уздечки, губы и языка, это вообще нормально. Ладно, теперь переходим ко второй новости. Мне кажется, уже очень многие догадались. Мне нужно сделать еще две операции. А это удаление зубов мудрости в зачаточном состоянии. Я не раз про них уже говорила. Но когда мне только ставили брекеты, мы решили это делать не перед установкой. Даже не в первые, там, две недели. Мы решили, что мы поставим брекеты. Потом я похожу где-то с ними полгода. Вот. И я как раз проходила с ними уже семь месяцев. И мне поэтому сказали, что зубов мудрости надо удалять. И мы решили, что вот как раз на следующем приеме мы проконсультируемся с хирургом и решим все. Ну, я как бы ожидала это услышать. Но мне очень хотелось верить в то, что это не произойдет. Ладно, сейчас я буду привыкать ко всему этому делу. И поеду в Samsung Store. Потому что в пятницу я заказала себе подарок на Новый год. И вот, наконец-таки, мне он пришел в Samsung. Пока что я не расскажу, что это будет. Но это будет очень классный подарок, я надеюсь. Вот. И потом я должна поехать за шоколадными наборами на Новый год. И также я еще должна заехать и купить подарок своей подруге Саше. В принципе, на сегодня это все. Кстати, сейчас у меня уезжают родители в ресторан. Я сегодня с ними решила не ехать. Но я хочу заказать себе роллы. Очень сильно. Понимали, вот это все, это подарки. Я сегодня хотела просто докупить все по мелочи. Это вот у нас по мелочи. Вы бы видели, что у нас под елкой уже. А сейчас я буду делать русский. Потому что мне задали ДЗ, который я не успела сделать в пятницу, так как писала экзамен. Поэтому буду делать его сейчас. Ну что, а пока я тут сидела и делала русские, мне привезли роллы. Все, как я хотела. Эти зубы из-за эластиков вообще не болят, что очень хорошо. Но сейчас я их буду снимать, так как очень хочу кушать. Такая вкуснота мне пришла. Сейчас я это, конечно, все сама не съем. Но я очень люблю вот эти и вот эти роллы. Так, не плеваешь, но уже просто без этих резиночек я в жойке. Сейчас я решила убираться в своей комнате, потому что Новый год не за горами. А это значит, что в комнате должно быть чисто и аккуратно. Тем более у меня закончились учебные будни. И я могу поубирать все учебники, сложить все карандаши, ручки в одну какую-нибудь корзинку и убрать это все. Так как мои каникулы будут длиться аж целых две недели, мне просто не верят. Эти эластики у меня вот такие с бурндучком. Теперь давайте я покажу, что же я купила из подарков. Конечно, не буду говорить, что кому, но покажу обязательно. Первое, это вот такие вот шоколадные букеты. Здесь шоколадные шишки и это полностью шоколад. То есть они внутри не пустые. И вот один букет такой весит грамм 500. Вот, они одинаковые все. Набор с зимними вещами. Это тоже все шоколад, это все хендмейт. Здесь есть у нас получается два вот таких набора. И один вот такой. Здесь написано, с Новым годом, и тоже зимние вещи. Очень красивые. Еще вот такие вот маленькие подарочки. Здесь находятся маленькие такие бычки. Это очень мило и очень красиво. Мне прям очень нравится. Вот, такие два маленьких набора. Этот набор, это набор моему педагогу по танцам. Здесь на самом деле интересное очень наполнение. Здесь есть вот такие вот классные носки, потом чай, печенье, леденцы и щелкунчик. Вот именно своему педагогу для танцев я очень хотела, чтобы он был как-то связан с щелкунчиком набор. И мне смогли собрать такой. Один подарок лежит вот в таком вот пакетике. Здесь лежит вот такая вот коробочка от Миксит. Здесь очень много миниатюрок разных интересных. Ну и также здесь еще лежит вот такой вот чай. Один подарок. Я точно знаю, кому я это подарю. Здесь бокс от Лаш. Здесь две бомбочки. И они очень классные. И это все очень красиво запаковано. Купила вот такой вот киндер Макси и вот такую вот просто 50 сантиметровую шоколадку. Это все не мне, это моей племяннице. И я надеюсь, что ей очень понравится. Здесь уже стоит мой подарок, который я дарю сама себе на этот шикарный Новый Год. Но я вам пока не буду говорить, что там. Но хотя, наверное, вы уже по видео догадались. Сейчас мы берем мою самую любимую тетрадку по русскому языку и начинаем повторять все правила. Уже завтра у нас последнее занятие в этом году. И нужно хорошо подготовиться, чтобы уйти на каникулы и отдыхать. Смотрела стадию Вифми. Наверное, помнят, что я примерно дописала вот до этого. Но только посмотрите, сколько я еще тут написала за две недели. Просто. Удачи мне. Сейчас я уже сходила в ванную и пришла на кухню, чтобы приготовить себе какао. И хочу еще мандаринки. И пойду делать химию, потому что на завтра у меня еще оказывается химия есть. Хотя буквально с уверенностью 100% я была уверена, что я ее делала. Ситуация из моей жизни. Сейчас наверняка уже многие девятиклассники знают, что те предметы, которые мы хотели сдавать по выбору на ОГЭ, мы их не будем сдавать. Вот. И сейчас я понимаю, что мне химия неорганическая в принципе не очень нужна. И сейчас я сижу, делаю домашку к репетитору, и у меня нет никакой мотивации ее делать. Я ее плохо прорешиваю. Но с другой стороны, я понимаю, что это вроде нужно, но мотивации вообще нет. Я не знаю, что сейчас делать. Завтра будем говорить с репетитором, но пока вообще ничего не известно. Там еще 20 заданий на соответствие. Просто не хочу ничего делать. Делала 6 заданий, где 2 неправильно по химии, и больше я не могу. Там просто 20 на соответствие. Поэтому сейчас пойду отдыхать. Я прям вообще не могу себя заставить, потому что в голове не покидает мне мысль, что ОГЭ я не сдаю, и зачем мне неорганика. Уже одела эластики обратно, потому что я уже не буду кушать. Вот. И зубы начали болеть. Прямо практически сразу. Даже не знаю, что будет с утра, мне даже страшно представить. А уже в этот вторник у меня открытый урок, и мне вообще не в кайф будет, если у меня будут болеть зубы. Время уже 10 часов, и сейчас вроде должны приехать мои родители. Возможно, они приедут в 11. Но я пока что пойду готовить форму на открытый урок, так как завтра у меня не будет на это времени. Страку стирала балетки, и они уже давно высохли, оказывается. Я в шоке. Ну что, несмотря на все, сейчас я продолжаю делать химии. Улетела уже тут макияжи, но мне нужно доделать уроки, чтобы завтра ничего не делать. Я сделала 11 заданий, 3 из них неправильно, и нужно сделать их всего 20. Вот, сейчас буду как раз делать посадки уроки тоже. Ну что, я думаю, что на этой шикарной ноте мы завершаем этот влог. Мне кажется, он получился очень интересный и очень насыщенный. Сейчас, кстати, я еще заказала своему педагогу цветы, так как сегодня у нее день рождения. Завтра я ее поздравлю. Вот, и на этом это видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте про подписку и лайки. Вам не сложно, мне приятно. Ну а с вами была я, Полина Вернер. И всем пока-пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok